Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас по одному из современных календарей 16 марта 2017 года, четверг, по одному из старинных, 15 день месяца пробуждения природы, 7525 лета, седмица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Чуть белоглазая карликовый народ». Автор-сказитель у нас сегодня уже хорошо известный Алексей Камагорцев. Здравия тебе, Алексей! Добрый вечер! Тема очень интересная. Так, ну что? Тема очень интересная, очень часто употребляемая в разговорах. Чуть белоглазая, ты как чуть белоглазая, карликовый народ живет, где она непонятно и так далее. Сегодня, надеюсь, ты все точки расставишь над «и» и нам всем поведаешь о том, что тебе известно. Ну, все точки над «и», конечно, сложно сразу расставить, но какие-то реперные основные точки расставить действительно можно. Ну что, я начинаю тогда с вашего вопроса? Конечно, конечно, с нетерпением ждем. Давайте, да, как говорится, будем понемножечку излагать материал. Ну так вот, ну всем известно слово «чуть». Да, что это такое? Вообще, представление о чуде связано с преданием, бытующими среди северян. И в частности, среди народности коми. То есть, это, что представляют себе эти предания? Они рассказывают о неком народе, населявшем некогда север европейской части России при Урале. Ну, аналогичные предания встречаются и у северных русских, и у их соседей. Они, в общем-то, в принципе, охватывают огромные ареалы территории Европейского Севера от Скандинавии до Урала. Ну, наверное, для начала стоит все-таки остановиться на этимологии своего «чуть». То есть, оно может принадлежащим подходу правилам много рассказать не только о восприятии этого народа русскими и северными народами, но и поверить о специфических качествах этого народа. Поэтому нам предстоит сделать такой небольшой своеобразный экскурс в филологическую науку. Постараюсь сделать его не очень утомительно. Ну, начнем с того, что изначально, да, вот были такие точки зрения. В частности, точка зрения высказанная филологом и историком Алексеем Шахматовым, это еще на рубеже 19-го-20-го года, он полагал, что слово «чуть» представляет собой славянскую трансформацию, готского слова «чудо», что означает «люди». Ну, соответственно, некоторые финно-угроведы поддержали эту позицию и посчитали, что это слово означает неких других, иных людей, то есть, да, нет, неких чужих, скажем так. Вот такая интерпретация бытовала в отечественной историографии, но, к сожалению, эта версия совершенно не объясняет происхождение от якобы нерусского корня «чуд», «чуть» или «чушь». То есть, «чуд» с кончанием на «д», «чуд» на «т» и «чушь». Целого гнезда таких русских слов, как «чудной», «чудесный», «чудить», «очудиться». Кстати, между прочим, следует отметить, что первоначально слово «очудиться» означало оказаться в положении «чуда», «сделаться чудом». Опять-таки, была и другая версия, конечно, согласно которой слово «чуть» происходит от прослоянского слова «чуть», «чужой». Ну, я уже сказал, как все «чужое» в этническом, географическом, социальном, культурном и мифологическом отношении. Но, все-таки, наверное, настоящим таким своего рода золотом ключиком к пониманию подлинного значения содержания этого слова является прославянское слово «кудо», «чудо». И связанное с ним древнерусское слово «кудесь». Вот «кудесь» как раз это означает «чары» или «колдовство». Кстати, от этого слова происходит слово «кудесник». В смысле «волшебник» или «чараплет». Производные этого слова, которые сохранились в современном разговорном языке русском, это «кудесить», «кудесничать». И они имеют сразу два значения. Это одновременно совершать волшебство некое, колдовать и подшучивать, чудить, шалить, проказничать. Ну, вот что-то в таком духе. Известно, что в индоевропейских языках вот этому старославянскому слову «куду» соответствует только древнегреческое «кудос». В общем-то, вот. И в свое время один из выдающихся французских лингвистов 20 века, Эмиль Бенвинист, доказал, что в греческой культуре он показал, продемонстрировал это наглядно, что в греческой культуре слово «кудос» обозначает некую неотразимую магическую власть, которая является делом богов, который иногда уступает ему какой-нибудь герой по своему выбору. То есть, смысл заключается в том, что именно славянское значение слова «кудос» объясняется и пересекается с греческими его значениями, имеет корневую основу чудесик, то есть творит некое волшебство, творит некие чары. В этом смысле мы уже постепенно от филологии уходим, переходим, собственно, непосредственно к чуду. Это говорит о чем? Что народы, наслявшие север, часто воспринимались русскими как племена кудунов, волшебников или кудесников. Эти представления очень долго сохранялись. И, например, еще в 70-е годы XIX века русские поморы в бурю читали заговор против чуди, поскольку считалось, что это племя способно насылать бурю. Ну, и тут мы сталкиваемся с известной, опять-таки, путеницей, потому что сами северные автохтонные народы, которые населяли эти территории, которые пришли впоследствии русские, они считали чудь отличным от себя древним народом. То есть у них тоже была своя чудь. То есть, в частности, это речь идет о коме, да? Они величали этот народ тоже чудью и наделяли, как и русские, собственно, племена, наделяли этот народ особыми сверхъестественными способностями. Ну, говоря о русских, славянских преданиях, о чуде, нужно даже вспомнить то, что громкая слава такая о чудском колдовстве нашла свое отражение в Стаглаве, в сборной государственных законов XVI века, в котором как раз-таки упоминаются некие чудские колдуны. Их называли арбуи. Ну, также там упоминаются лихие бабы-кудесницы, знавшие колдовство чудских арбуев, которые творили всякие волхования над водой, якоже арбуи в чуде. В принципе, даже после крещения на Руси сохранилась память о многочисленных уничтоженных чудских мольбищах и капищах. Естественно, она сохранилась в первую очередь в названии улиц, селений, на местах последующего обитания, собственно, славян. Влияние арбуев, традиционно вот этих чудских лунов, почиталось особенно сильным и простиралось заметно далее, чем новогородские земли. Кстати, известный москловед наш Владимир Брониславович Муравьев полагает, что дославянские чудские святилища не существовали никогда на территории даже нынешней Москвы. Вот он полагает, что такие вот три московских топонима с корнем Арбат, то есть Арбат, Арбатецкая улица, и Малый Арбатец у Воронцова поля, это ныне дурацкий перевод, ведут свое происхождение как раз-таки от слова арбу, то есть чудесской колдун, и арбовати, то есть колдовать. В общем-то, те сведения, которые встречаются в документах 16 века, собственно, с того глаз я уже упомянул, они подтверждают эти сведения. Ну, возвращаясь, собственно, к самой чуде, да, ее считали и русские, и, в общем-то, и местные племена, такие как коми, считали не только искусственными волшебниками, чероплетами, но и очень такими отменными рудознацами и металлургами. Вот такой вот известный наш прозаик, драматург Дмитрий Манин-Сибиряк в свое время писал о том, что чуть существовало задолго до русской истории, вот это я цитирую буквально, и можно только удивляться высокой металлической культуре, составлявшей ее племен. Достаточно сказать, что все наши уральские горные заводы выстроены на местах бывшей чудской работы. Руду искали именно по этим чудским местам. Ну, одним из таких подтверждений очень серьезных, высокого мастерства чуди является то обстоятельство, что именно им, этим племенам чудским загадочным, предписывается авторство знаменитого пермского звериного стиля. Это уникальное культовое литье. Ученые относят его, ну, предположительно, к 7 веку до новой эры, датируют его к 12 векам новой эры. Но это очень предположительная литировка, которое, вот это литье, которое совершенно выпадает из общего ряда прочих урало-обских звериных стилей. Ну, чем представлено это литье, чтобы наши слушатели помнили, да? Он представлен, скажем так, культовыми, ажурными, литыми, бронзово-медными сюжетными пластинами-плакетками, на которых изображены определенные мифологические сюжеты. Ученые предполагают, что такие пластинки входили в определенные наборы, отражавшие космогонические и генеалогические представления своих создателей, то есть чудо, в данном случае. Ну, помимо вот таких вот пластин-плакеток с изображениями и сцен ритуальных, к пермскому звериному стилю относятся ряд фигурок, бляшек или медальонов, изображающих птиц, голую медведей, антропоморфные личины или фигуры. Ну, нужно отметить, что в настоящий момент коллекция пермского звериного стиля находится не только в отечественных музеях, там, в Перми, скажем, да, но и в Эрмитаже, в историческом музее, на Красной площади, в общем, также в национальном, представленной коллекции пермского звериного стиля в Национальном музее Финляндии. Особый интерес вызывает то, что характерной особенностью пермского звериного стиля является сюжет ящера. То есть, грубо говоря, одним из таких лейтмотивов, да, пермского звериного стиля является изображением человека в осей, символизирующих землю, птиц, символизирующих небо и ящера, который, собственно, символизирует подземный, нижний, подземно-подводный мир. Вот, я опять-таки процитирую русского известного антрополога, этнографа и археолога Дмитрия Николаевича Анучина, который писал, что среди приуральской чуди было широко распространено представление о каком-то лимфическом звере с некоторыми признаками гада с ульюненной головой, вооруженной рогом и напоминающей отчасти крокодилию и невесоружью, с вытянутым туловищем, покрытым чешуями вдоль спины и окачивающимся более-менее коротким хвостом. Зверь этот представлялся живущим на земле. То есть, эти изображения ящера, они являлись, служили подножием человекообразных таких фигурок с ульдой, с которыми представляли сочетание определенную композицию. Кстати, вот на одном из таких пластин вот этот ящер, на котором сидит человек-олось, он изображен с рыбами, которые расположены в его чреве, внутри его чрева. То есть, художник, который изобразил этого ящера, он явно подчеркивал, что речь идет не о каком-то мифическом зверя, а вполне живом себе существе, который вот только что пообедал несколькими рыбинами, очень крупными, в общем-то. Вот. Ну, что еще можно сказать? Примечательно, что, удивительная такая деталь, что ящер этот, он представлялся способным к передвижению на себе антропоморфных на нем передвигались верхом, сидя или стоя, собственно, вот такие человекоподобные существа. Опять-таки, возвращаясь, собственно, к чуде уже, да, что нужно сказать, что современные историки, вообще историография, отождествляют чуть с финно-угорским населением северо-востока русской равни. Они полагают, что вот это вот, чуди именовали именно вот эти времена. В частности, считается, что вот под этим именем, под именем чуди, выступали предки современных эстонцев, вепсов, карелов, ну, коми-коми-пермяков. Но, самое интересное, что, несмотря на это предположение, вот, к примеру, финское население предурали, еще в 19 веке совершенно отрицало принадлежность предметов вот этого пермского звериного стиля, вот этих бляшек, образцов, которые в огромных количествах находились в тех местах, наследие, собственно, своих предков. В частности, ну, опять-таки, к примеру, зыряне утверждали, что идолы эти, в кавычках, да, не зырянские, а вагульческие, и даже не божества их, а жертвы. Ну, что тут можно дальше еще сказать, что пермский звериный стиль действительно уникален, и местное население, не только русские, соответственно, а еще живущие в тех регионах народы Дони, уже перечисленные в том числе, они с опаской относились к предметам этого культового летя, вот к этим огарскам, фигуркам, которые во множестве находились в технистах, лишь после многочисленных публикаций в последние несколько десятилетий о первом зверином стиле, где говорилось о нем как о культовом наследии иконе, зряный пирамяков, у представителей этих народов сложилось представление о нем как о собственном культурном наследии. До этого разговора об этом не было. Ну, опять-таки, можно вспомнить, что южные коми-термики очень резко допускали отождествление коми-чуди. А язвинцы, проживающие в Красновешевском районе Пермского края, в принципе, его отрицали. То есть, ну, любопытно, что местное население, в общем-то, таким очень серьезным, даже не то, что население, а скорее даже больше интеллигенции, местное, по достаточно таким серьезным нажимом восприняла вот эту идею о своем родстве чуде. Ну, в качестве такой яркой иллюстрации я могу что назвать? Показательные, совершенно очень показательные отношения местного населения, в частности, самих комик, к предметам пермского звериного стиля. Вот в качестве характеристики можно упомянуть слова заведующей отделением культурологии Пермского педагогического университета Индекса исторических наук Оксаны Валерьевы Игнатьевой. То есть, она говорит о том, что с одной стороны эти вещи вызывали страх, как я уже и сказал, с другой стороны эти, это литье, предметы эти при нахождении сбывались с целью переплавки. То есть, в принципе, очень странное отношение к собственному, не просто к культурному, подчеркиваю, а к религиозному наследию. То есть, совершенно очевидно, с большой долей и степенью вероятности эти артефакты, они не принадлежали, собственно, тем же коме, известным нам народом. Опять-таки, не менее странным вообще в этой истории, связанной с пермским звериным стилем, представляется внезапное исчезновение. То есть, практика его воспроизведения внезапно обрывается и следов ее местного населения не находится вообще. То есть, все говорит о том, что пермский звериный стиль, в общем, продуктом как раз некого народа, который как бы исчез, собственно, который предшествовал тем же самым коме. Вот. Ну, что можно сказать, что с мифологией, связанной с чудью, скажем так. В мифах тех же самых коми, в славянских мифах, в преданиях коми, в преданиях коми, в преданиях коми, чуть представляется как персонаж мифического времени или древний, прежний, иной, старый народ. Чую исчезновение или уход связывается с появлением, собственно, на этой территории исторических племен. То есть появляются те же коми, потом появляются русские, чуть исчезают с появлением исторических племен. Действительно, судя по всему, предания очевидны, не то, что судя по всему, а это совершенно очевидно, что предания действительно связаны с ареалом проживания финно-угорских народов. Но основная проблема, еще раз хочу подчеркнуть, заключается в том, что сами эти народы и сейчас все коми-пермики полагали чуть иным, другим, более древним народом. Надо отдать должное, что наряду с местным населением эту точку зрения разделяли и первые исследователи пермского звериного стиля. Вот можно назвать нашего знаменитого архиолога и востоковеда Алексея Викторовича Шмидта в 20-е годы прошлого века, который впервые использовал термин пермский звериний стиль, он писал о том, что вот этот стиль является совершенно самостоятельным и отличным от прочих западно-сибирских стилей. Опять-таки, я позволю себе процитировать Шмидта, буквально он пишет следующее, выполнены эти предметы в особенном очень странном стиле. Кажется, будто эти фигуры созданы больным воображением иступленного волшебника, шамана, старавшегося воплотить кошмарные образы своих духов-помощников. Нигде, кроме Приуральского края, нет подобных изображений, в которых вмешаются в одно целое человеческое лицо, пичи крылья, лосиная голова. Очевидно, в Приурале сложились какие-то особенные условия, вызвавшие рождение этого стиля. Что можно сказать еще о чуде? Невзирая на что характерно, нашли вот образки многочисленные и до сих пор находят эти артефакты. При этом нет остатков материальной культуры, связанные собственно чуде. Есть предание о городе чуде, топонимы, есть зафиксированные как чудские, есть озера, которые атрибутированы, зафиксированы как чудские, но никаких останков материальной культуры не встречаются. Согласно преданиям, чуде жила в пещерах, землянках или ямах. землянки, да, крыши вот этих землянок держались на 4 столбах и впоследствии чуть как бы упреканием с приходом собственно исторических полемен, она сама погребает себя, подругая вот эти собственно столбы. То есть, сама погребает себя. насколько это очевидно, это очень большой вопрос, потому что никаких захоронений подобного рода мы, ученые, не находим. Хотя, в общем-то, раскопки производились достаточно плотно. Вот. Опять-таки, есть места действительно связанные с чуде, то есть, есть места даже поклонения чуде. То есть, до сих пор сохраняются некоторые обряды, связанные с отправлением некоторых ритуалов. Но, опять-таки, эти ритуалы, скорее всего, как отмечают те же самые этнографы, они не связаны с воспречением чуде, как своих предков. Это, скорее, эти ритуалы связаны с неким страхом, которые связаны с некими определенными вполне местами, куда, в принципе, как бы ушла чудь, и которые, в принципе, считаются нечистыми. Да, здесь чудец мнится, как полагают некие, местное население, собственно. Ну, что можно сказать, культ почитания чуди жив до сих пор, он называется, иногда эти ритуалы называются поминки древних, чудгу яс или чудгу, поминания старых иногда. Вот. Опять-таки, у этнографов мы можем найти в этнографических работах, развернутые описания этих поминок древних. Особенно это связано с работами традиционной культуры икон. Что можно еще сказать дальше по поводу всего этого. вот можно задуматься о том, что опять-таки мифологические образы, связанные с людьми, они подробятся на две части. То есть речь идет о том, речь идет о том, что чуть самозахоронила себя под землей. или во второй вариант чуть ушла под землю. То есть вот эти два мотива отчетливы совершенно встречаются и в преданиях русских, в преданиях коми. То есть ну опять-таки этот уход или самозахоронили оно сопровождается на их насилие внешне приходом собственно исторических времен. иногда чуть уходит по землю избегая скажем так христианизации. То есть опять-таки можно вспомнить знаменитую историю связанную с известным христицием одним из веднейших миссионеров Пермской епархии православной церкви Стефаном Пермским. Да и вот согласно мифам в преданиях сигналам к уходу или самопогребению чуди собственно служит его собственное появление. Еще раз говорю что между тем вот это наличие двух линий тем не менее версия о самозахоронении чуди не находит никаких сколько-нибудь рисом археологических подтверждений. То есть никаких захоронений хотелось бы подчеркнуть ученым обнаружить пока не удалось. В этом смысле я бы прислушался например к мнению такого известного фольклориста доктора филологических наук неонилоклиничный. Она в своих работах замечает что мотив самопогребения чуди связан целым рядом мифологических персонажей самых разных народах стремящих не к самопогребению а к исчезновению земных недр. То есть грубо говоря уход под землю. То есть мы еще будем о них говорить в недр гор в сопки уходят немецкие сиртя в земле исчезают под землей исчезают багурты это из-за байкальских приганий из-за байкальских приганий. Ну вращельных скал скрываются австралийские минии. То есть это распространенный мифологический мотив. И вот мы подходим к самому интересному такому моменту о том как именно выглядели представления собственно людей местного населения представители этого загадочного племени. Опять-таки мы тут видим известное ретвление. То есть в некоторых описаниях встречается акцент на необычно большом росте чуди. Опять-таки мы можем найти все это в сеть сведений нашего выдающегося фольклориста Александра Афанасьева. В его политических возрениях славянной природы. Где он указывает что чуть славянской мифологии шоу чуть чудовище равно как и дива дивище означало великан или гигант. То есть опять-таки как у сербов див равно великан так русских преданий великан судь дивни народа. Да? Которые заключены в горах на самой полуночи и имеют белые глаза. Отсюда собственно их прозвание это чуть белоглазое. Это речь идет о таких полуволшебных богатырях, гигантах, преданиях, которых мы находим у подавляющих количества народов. плод. Что можно сказать про вторую линию? Вторая линия представляет не больше интерес в рамках сегодняшнего нашего разговора. Да, особенно это связано с теми направлениями легенд, которые говорят об уходе чудик под землю. Что вторая вот линия она воспринимает чуть как легендарный народ маленького роста. То есть вот местные предания например опять говорят коми пермянские говорят цитилы опять цитаты чудские это были один народ а чудо другой чудо и мелкие люди. В фольклоре коми пермяков очень распространены тексты в которых чуть представлены как очень странный народ вроде бы не имеющие отношения к людям вообще нечто непохожее это нечто можно вспомнить такое описание связанное с карликовым во-первых ростом во-первых во-вторых с шерстяным покровом необычным для человека то есть здесь мы имеем дело с описанием некий черных карликовых зоантропных существ мохнатых ушастых вместо ступени ног у них копыта причем обычно свиные ну понятно это уже идет такая в свое время своего рода демонизация ну то есть мы должны вот сейчас запомнить для начала вот эту разбивку да на великанов и на карликов именно скарликовая версия еще раз подчеркнул связан мотив ухода чуде собственно подземной и это очень важный мотив потому что он дает ключ впоследствии как мы выясним он дает ключ к пониманию всего комплекса этих мифов значит итак чудо ходит подземной но она не умирает в том то и дело что мы сейчас говорим о второй линии о второй линии когда собственно чуди выживают и вот как раз превращается вот в этих самых загадочных чудов и одной из главнейшей характеристики этих чудов является подмена людей или как бы транспортировка переводов из этого в иной мир чаще всего жертвами таких похищений становятся дети вместо похищенного чудо как правило подкладывает двойника это там березовый любой другой собственно деревянный чурбан который принимает внешний вид человека но ничего общего с ним он не имеет вот можно сказать что что скрывшись под землей чуть согласно опять таки мишлогическим представлениям тех же план она продолжает исповедовать свою определенную религию отправлять техники своих прежних пультов в которых огромную роль отводится именно похищение которое имениться вяжем 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 естественно все это не могло не пугать людей которые пришли на то место с новым христианским мировоззрением и тут очень примечательное совпадение имеет быть место вот совпадение этих описаний чуде ушедшей под землю с преданиями светописным даже рассказом о людях неведомого языка живущих в недрах гор оно приписывается новгородцу Гуряти Роговичу это сказание о югорской земле записанное во Временцевском списке повести временных лет это 1096 год вот опять-таки позволю себе его буквально процитировать теперь же хочу поведать о чем слышал 4 года назад и что рассказал мне Гуряти Рогович новгородец говоря так послал я утрока свою в печору людям которые дань дают новгороду и пришел утрок мой к ним а оттуда пошел в землю югорскую югра же это люди о языках непонятен и соседях с самоядью в северном стране югра же сказала утрок моему дивное мы нашли чудо о котором не слыхали раньше а началось это еще 3 года назад есть горы заходят они к заливу морскому высота у нее когда небо и в горах стоит клик великий говар и секут гору стремясь высечься из нее и в горе просечено окон самовая оттуда говорят но непонят язык но показывают на железо и машут руками прося железо если кто даст нож или секиру они взамен дают меха пуджи до тех гор не проходили за пропастью снега и леса потому и не всегда доходим до них идет ли он и дальше на север то есть опять-таки с этим с этой цитатой можно соотнести уральские поверья диви их людям которые зафиксированы 30-х в конце 20-х годов скажем так прошлого века на Урале известным нашим этнографом Николаем Мончаковым о том что диви люди живут в уральских горах и выход из мира через пещеры дальше он говорит о том что в заводе в заводе Касля в заводе Каслях полуневской железнодорожной ветки они выходят из гор и ходят меж людьми но люди их не видят культура у них величайшая и свет у них в горах хуже солнца а дальше очень интересный момент диви люди небольшого роста очень красивый с приятным голосом слышать их могут только избранные опять-таки вот здесь маленький рост он вполне четко соотносится с представлением его то есть самой чуде считается что они предвещают людям различные события вот собственно анчуков вот эти вот как бы собирал археозные сведения и вот как раз он говорит о том что эти существа приходят к определенным людям и предсказывают им грядущие события то же самое анучин вторит анчукову и говорит о том что опять-таки чертное труды с 19 века что верование в существование под землей людей было с давних пор в ходу у северных народов там опять-таки предание помещают эти времена собственно в разные места в разные регионы но тем не менее вот как бы комплекс таких представлений он является достаточно живучим именно для широкого ареального распространения преданий собственно о чуде дальше мы должны перейти к чехому тоже очень интересного момента что самым тесным образом прошу прощения с преданиями о чуде связаны опять-таки северные предания о народе сирте мы уже собственно о них упоминали они согласно легендам обитали в тундре до прихода нензов они были маленького роста как и чуд на всели красивую одежду с металлическими подвесками причем внимания у них были как у чуди белые глаза вспомнили чуть белоглазые вот ну я думаю что более подробно о сердце мы расскажем через небольшую паузу спасибо хорошо давай прервемся на музыкальную паузу тем более что весна идет и как бы хорошо было послушать весеннюю песенку или закличку леснянку в таком народном стиле вот этому сейчас мы как раз и посвятим немного времени вы слушаете народное славянское радио продолжаем продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напоминаю что по одному из современных календарей 16 марта 2017 года четверг по одному из старинных 15 день месяца пробуждения природы 7525 лета седьмица чуть белоглазые карликовый народ такова тема сегодняшнего эфира автор сказитель Алексей Комогорцев хотя и сказанного я понял что не всегда это был карликовый народ очень интересные события развиваются в нашей передаче так что с нетерпением жду продолжения пожалуйста Алексей хорошо мы продолжаем линию карликового народа значит как я уже сказал с преданиями о чуде связаны предания немецкие предания о народе сердца которые тоже были маленького роста вот примечательно что сердце так же как и чудь под в связи с таким самодействием с историческими временами под воздействием они вытесняются под землю ходят под землю где они собственно по преданиям тех же немцев ездят на собаках и пасут мамонтов яхора это в переводе земляные олени последнее обстоятельство заслуживает вообще такого более пристального внимания как мы помним на вот этих бросках из пермского зелиного стиля которые приписываются чуде характерным деталей этих бросков является сюжет ящера вот а вот зверь мамон например у некоторых хантов описывается как крокодил который землю роет по берегу и в воде сам живет или из воды выползает под вид тюлени да то есть тут вот как бы такое ощущение что мы имеем дело с описанием одного и того же животного которое имеет образ такого полузверя полурыбы что можно еще сказать в этой связи значит ну можно вспомнить опять-таки например то что нижняя челюсть ящера щетки ну к сожалению я не могу вам сейчас показать изображение может быть вы найдете в интернете вот она имеет ярко выраженную форму загнутого вверху клыка или бивен вот самое интересное что тот же самый клык или бивен собственно он является характерным щеткой и присутствует в описании вот этого самого подземного зверя мамонта или веса опять-таки опять-таки мы должны обратить внимание на эту тесную критичку что сердце пасут мамонтов а чудской ящер как мы помним как я уже говорил изображается расположенным передвижением на себе антропоморфных существ на многих артефактах иранского видения мы находим изображение антропоморфных фигур передвигающихся буквально верхом на ящери очень часто это женщины и мужчины в частности в гиме на красной площади историческом нашем музее можно обнаружить огромную большую полую подвеску на которой изображен типичный такой объемный ящик на спине которого в силе передвигаются женщины и мужчины всем рекомендуется в этом в этой связи вызывает очень интересное интерес большое предание записанное в 1900 году в котором рассказывается история о том как старый могущественный шаман вызвал вызвал тень мамонта и взобрался на ее спину и заставил ее плыть по озеру то есть здесь мы имеем ну вот действительно характерную такую архитическую перекличку с культовым литвом пермским и с преданиями ассирти вот удивительно что вот здесь я сделаю небольшой такой экскурс в сторону что тот же самый изобразительный сюжет отображающий столь необычные взаимоотношения ископаемых таких рептилий что ли и человекоподобных существ человеческих существ мы обнаруживаем на американском континенте собственно вот этой темой занимается мой коллега Андрей Жуков кондиот исторических наук и в частности вся тема связанная с коллекцией мексиканского предпринимателя немецкого происхождения Вальдемара Джунструда так называемая коллекция из-за камбара а и вот там очень многие сюжеты как раз этой коллекции изображают как раз вот такого рода взаимодействия между человеком и ящероподобными существами ну надо сказать что в отличие от коллекции из-за камбара наш пермский из-за венеси вполне официально признана наукой коллекция Джунструда не признана ну и справедливо ради нужно отметить что и опять-таки имеется аналогичный аналогичный мотив присутствует в так называемых камнях ики черных камнях ики опять-таки специалистов которым сейчас является идущим Андрей Жуков вот где тоже присутствует сюжет когда там иногда люди с ящерами с ящероподобными существами иногда передвигаются на них верхом опять-таки коллекция языки вот она не признана к сожалению официальной наукой опять-таки в отличие от первого современного стиля и тут я должен подчеркнуть значение нашей отечественной коллекции именно потому что мы на ее примере видим что это но речь идет не о фальсификации данных отношениях американской коллекции а речь идет о нет действительно связанном реально существующим и существовавшим мифологическом мотиве и в этой связи значит нужно вспомнить о поднимаемом культе ящера который опять-таки реконструировал наш известный историк-археолог борис александрович рыбаков вот он его тоже ареал распространения прикрепления о чуде и ареал распространения этого культета в принципе взаимонакладывается вот он полагал что как раз прообразом этого культа служили вполне реальные существа ну в частности я могу сослаться на знаменитые записки ямороскольный Сигизмунда фон Герберштейна в которых он рассказывает о неких живоитах змеях на четырех лапах напоминающих ящериц с черным жирным телом которым которым на территории современной территории вжимается и сейчас это литва современная которых кормили в своих домах и которым в то время со страхом поклонялись это шестнадцатый век то есть Герберштейн документально зафиксировал остатки этого культа на территории современной Литвы и Белоруссии который по всей видимости был достаточно распространен ну как минимум вплоть до шестнадцатого века скажем так вот к примеру возвращаясь к этим гадам ящик можно вспомнить сообщение зафиксированное оно относится к 1582 году сфиксированное в тридцатом томе полного собрания русских летописях в то лето язык язык крокодила лютые из реки и путь затворишь людей много поедешь и ужас и ужас шевшихся люди и молившихся бога по всей земле и паки спрятавшихся а иных из ближай того же году представиться царевич Иван Иванович в свободе декабря в 14-й день то есть речь идет о таком нашествии вполне реальных даже не прикормленных каких ящериц вполне реальных ящеров то есть и собственно в своих работах рыбаков как раз предпринимал попытку реконструкции этого древнего культа просто возвращаясь к Чули и к Сирте можно говорить о том что образы вот этих загадочных народов они очень тесно связаны с образом этого хозяина подземного подводного мира ящера как его представляли вот в принципе подробно о культе ящера наверное сейчас говорить не будем да мы же все другая несколько но тем не менее вот эта взаимосвязь она в принципе вполне показательна возвращаясь к нашим тем же сердце дело в том что в отличие от чуде среди материальной среды культуры зафиксирована нашей вполне академической наукой то есть к примеру русский путешественник наш академик еще Санкт-Петербургской академии наук Иван Иванович Лепехин собирая легенды о чутком народе он пытался найти его реальные среды и в общем-то он ему это удалось он в своих записках оставил воспоминания об этих артефактах и пещерах в которых обретаются печи и находятся железные медные и глинные домашние вещи облом но наиболее серьезный импульс эта тема получила в советский период вот в то время она разрабатывалась отечественным таким угроводом этнографом угроведом прошу прощения этнографом и археологом Валерием Чернецовым который не только собрал разнообразные сказания о Сирте но и обнаружил на Ямале собственно материальный памятник этой древней культуры который он интерпретировал именно как оставшиеся от Сирте вызывает интерес помимо этого ну то есть он обнаружил остатки половины половинных печей остатки значит железных неких металлических артефактов и прочее согласно собранным им преданиям немцы пришедшие на Ямал как в случае с Щуди да вот русское население где же в самой коме тот же самый архетип немцы пришедшие на Ямал встретили там население обитавшие на подрежье неких земляных домах и промышлявшие морского зверя зверя собственно это и были Сирте вот эти самые не знавшие еще о лениводстве с которыми немцам пришлось воевать и иногда и вступать в браке вот причем исторические немцы с которыми собственно имел дело Чернецов они полагали что были убеждены что последние серти еще за 4-6 поколений для наших дней встречались кое-где на северном Ямале пока окончательно не исчезли ну и в частности заслуга главного Чернецова заключается в том что он как раз опубликовал важнейший археологический материал то есть следи материальной вот этой культуры обнаруженные им на землянках на мысе Тиутей-Сале при слиянии рек Сирья-Ха и Тиутей-Яха западное побережье Ямала он датировал эти стоянки ну приблизительно 6-9 веками новой эры и как раз он собственно приписывал и Серти ну что еще можно сказать в этой в этой в этой связи в том что примечательный момент что жилищем сердца считали сопки то есть себе то есть они жили внутри сопок соответственно сопки были местным населением тугуированы и вот как раз на одной из этих сопок Харде-Седе имеющие в переводе имеющие жилье сопка было расположено было обнаружено собственно заброшенное святилище священное место связанное с представлением как раз Паке-Сирти вот Лашук это место собственно подробно раскопал исследовал и опубликовал материал что можно еще сказать ну основные находки сделаны на этой сопке были отнесены учеными к эпохе железного века то есть опять на сопке были обнаружены следы металлургического производства как я уже говорил различные железные шлаки сплавившийся песок стекловидную массу вот структурный анализ продемонстрировал что шлак происходит из сародумного железоделательного горда то есть это остатки некого металлургического производства более того что изучение вот этих напластований показало непрерывность его использования с первого тысячелетия новой эры и до начала тридцатых годов двадцатого века то есть речь идет о том что были какие-то связи между местным населением соответственно вот этими самым сердцем которые продолжались в течение исторического периода ну что еще можно добавить еще раз подчеркиваю что Лошук собрал очень много сведений которые подтверждали вот эту родственность между сердцем и чудью в том смысле что речь идет о неком аборигенном противонаселении людях очень низкого роста кореностых крепких живших тысячи лет назад и практически во всем отличавшихся от пришедшего автохронного населения в случае сердца это немцы в случае с чуди собственно это коми и впоследствии русские вот ну уход в сердце в сопке понятно как в случае с чуди связан с появлением настоящих людей то есть в случае с сердцем это немцы можно говорить в случае с чуди это коми или русских став подземными жителями согласно преданиям местных местного населения современцев сердце опасаются выходить на дневной свет от которого у них лопались глаза считается что вот эти подземные жители нескорозные они сейчас живут под землей но их правда осталось мало и они все реже выходят на поверхность и только очень опытный шаман может скажем так определить в какой сопке сердце есть а в какой их нет очень важно что такой ученый авторитетный как вашу он зафиксировал и даже в публикациях это было естественно то что относившись именно к советскому периоду он отмечал что в этих преданиях бесспорно присутствует реалистическая основа подтверждающиеся научными данными однако как он замечает конкретного ответа об этнической принадлежности сердце этих сказаний не дают ну дальше мы как говорится переходим дальше двигаемся что называется вперед к этому делу и тут следующим шагом нашего путешествия исследования может ключом ключом понимания вообще происхождение и чуде сердце может послужить знаменитая карта голландского картографа герна меккатора которую изображают как предполагают легендарную гиперборей наверное все видели эту карту где в середине такая изображена гора это она была опубликована 1569 году вот собственно эту гору окружает такой архипелаг с четырех островов и на одном из этих полуостровов как раз вернее части этого архипелага написано здесь живут пигмии ростом не более четырех футов подобные тем которых называли скреллингерс в Гренландии и как раз вот собственно локализация этих скреллингерс да она совпадает совпадает скажем так с ареалом последующего распространения сердца и чуди если предположить что действительно существовала какая-то земля существовала на севере какое-то полуконтинентальное образование и впоследствии неких катаклизмов климатического изменения население этой территории должно было мигрирует так вот районы предположительной миграции как раз совпадают с местами где по преданию собственно живя и четисерть то есть речь лет о том что не более менее скажем так но то что мы можем искать такое предположение что культура сердца и культура чудес неисопоставимы то есть в принципе это скорее всего была одна культура заселившая арктическое побереге и предшествующая автохтонным племенам собственно вернее не автохтонным а предшествующие историческим скажем в кавычках в контексте современной истории историческим временам вот эта культура могла представлять собой осколок ни много ни мало а вот древние легендарные цивилизации собственно гипербореи или некой но отдельной народности в нее что ли входившим подтверждением нашей версии такой смелой гипотезы служит то что предание о карликах о карликовом народе пришедшем севера оно в общем-то простирается гораздо далее современного арктического побережья в этом смысле можно вспомнить комплекс комплекс кельтских преданий о племенах богини Дана то есть опять-таки что как и чуть как и сердце эти племена являлись доисторическими насильниками этих мест причем пришли они соответственно в Ирландию севера мира вернее даже не севера мира а северных неких загадочных северных островов где они изучали ремесла науки и тайную мудрость пока не превзошли этих искусств всех людей это племя которое пришло в Ирландию племена богини даны и оно было вынуждено уступить в сражении с сыновьями мира то есть а сыновьями это уже считается историками предками опять-таки исторического гайдейского населения Ирландии собственно предки исторических ирландцев наших вот опять-таки происходит дележ как в случае сердце щудью то же самое происходит происходит дележ Ирландии на две части подземную которая достается временам богини дану и надземную где властвуют собственные исторические переселенцы то есть мы имеем дело с тем же самым феноменом то есть та же самая архетипическая история повторяется теперь на ирландской земле вот что же достается племенам богини дану им достаются сиды холмы крупнейшие холмы которые они распределяют между собой вот интересно что как и в случае сердце сердце кстати тоже они нет помимо войн они продолжали вступать скажем так в родственные отношения с немцами с нет с этими немецкими родами там даже рождались дети потомки определенные но то же самое мы делаем племенами богини да они тоже как бы оказывают продолжают оказывать на историческое собственно население ирландии вполне реальное влияние вступают в связь с местной аристократии ну получается в итоге опять таки мы имеем ту же самую историю существует надземная страна где правят собственно исторические племена и существует подземная страна где правят вот эти древние мы называем карликовые племена вот собственно здесь конечно филологии наука очень сложная но следует понимать что впоследствии племена богини даны получают имя седр от имени холмов седр которые собственно они населяют то же самое можно сказать и о насильниках немецких сопок седе то есть их немцы называют в том числе сидеями именно по названию собственно сопок седе то есть тут мы имеем опять-таки очередное совпадение опять-таки не будем забывать что впоследствии инверсия вот этих образов силы уже со временем да вспомним историю об эльфах многочисленных жителей холмов это ведь на самом деле уже инверсированный образ имя богини и имя именно местное население приписывало как-то наиболее характерную черту именно вот похищение младенцев с целью обновления собственных кровок но ведь ту же самую историю мы встречаем и в истории с племенами и в истории с племенами сердца и в истории как бы собственно щури который тоже осуществлял лежом подмену детей с целью опять-таки обновления собственных кровок то есть мы имеем дело с одним и тем же мифом да хотя разрыв территориальный огонь и слагаемые для этого мифа совершенно поражают свои идентичности что еще можно сказать помимо этого ну опять-таки вернемся то что все эти народы и чуть и сердце и фейри то есть последствия же они в Роланде получили имя фейри сибы те же самые и то же самое в этом имени фейри этим логически заключено значение волшебства то есть эти народы связаны с некими особыми чероплетными умениями то есть в самом их имени и у сибов собственно то есть фейри и у чуди и у сердца в их этимологии заключены представления в этимологии их имя заключено представление об особых волшебных умениях вот опять внешний облик народов практически идентичен то есть это народы которые уходят поделки вот один кстати специалистов в свое время по пермскому зрительности любовь грибова она анализируя пермскую металлопластику она сделала такое вскользь замечание которое имеет на самом деле это были советские годы оно имеет огромное значение в контексте нашей темы вот что она в частности сказала пермский звериний стиль отличается от степного искусства Евразии перекликаясь искусством древневосточных государств а также некоторых цивилизаций Европы и в первую очередь кельтского искусства да именно кельтов мы находим преданин вот эти племена богини да что самое интересное но это все как говорится полбитра самое интересное что за всеми этими мифами как в случае сердца так и в случае с ирландскими представлениями племеном богини дамы эферии висели находится совершенно конкретное реальное подтверждение частности речь идет о так называемом неолитическом поселении скарабре на аркнейских островах от северной Шотландии оно было обнаружено в 1850 году когда очень сильный ураган сорвал просто одна поверхность одного из прибрежных холмов и в недрах собственно этого холма и холма было обнаружено поселение то есть вот как бы классическая история исследования археологов начались достаточно поздно это начало собственно его так начали пристально исследовать но в конечном итоге сошлись на то что поселение это еще раз говорю которое было расположено внутри холма было датировано как полагают специалисты четвертым тысячелетиям до нашей до новой то есть но самый главный сюрприз который доставил немало неприятных моментов фахеологов заключался в том что все предметы обиходов еще вот эти подземные коридорчики кроватки прочее прочее вернее проем этого поселения были рассчитаны у людей ростом не больше метра то есть фактически речь шла о том что те кто там обитали как раз принадлежали к этой самой стариковой расе как ни странно даже в свое время у историков появилась версия что на самом деле это не поселение а муляж поселения да вот людям было нечем заняться они построили под холмом такой вот муляж ну что можно сказать что это подземное сооружение до сих пор хранит сохраняет огромное количество загадок то есть интерьер этого поселения сохранился полностью кто желает может пробить по интернету как раз корабле вот сохранились даже над кроватками останки балдахина вот были обнаружены ожерелье каменные орудия и даже оружие то есть вообще все стояло вкладывалось впечатление что хозяева просто исчезли растворились воздухи в одночасти были обнаружены надписи естественно как на неком языке сначала предполагали что это вообще футарк но потом анализ показал что надписи не имеет ничего общего с тем что известно собственно современным ученым единственное что керамика там обнаруженная в Скаро Бре была идентифицирована скажем так относится к типу так называемого райнеоклетки которая представляет собой поздний неолитический стиль керамики в Британии с Казахстанцированной в основном в Шотландии и в Южной Англии для этого стиля очень характерны такие плоские чаши расширяющиеся кверху и определенный вполне определенный орнамент который состоит из налетных валиков кордонов в Англии он часто дополняется дополнялся неким нарезным геометрическим орнаментом вот так вот самое важное это состоит в том что такая керамика вот этого типа ранее не имеет предшествующих форм вместо культуры то есть о чем это говорит это говорит просто о том что вот эти культуры носители этой культуры эмигрировали в те районы откуда-то извне в Швеизвне то есть ну в этой связи как раз очень хорошо подходит версия о том что в определенный момент проводитель климатических происходит вынужденная эмиграция карликового народа из арктических областей кто же скажем ближе к нам кто-то уходит собственно в Ирландию ну такая вот если грубо очень очень грубо приблизительно такая картинка в принципе складывается что еще можно сказать еще доказательства реальности карликового народа существует материальные здесь можно упомянуть открытие сделанное в 1988 году во время исследования второго власовского могильника эпохи бронзы это село власовка Грибановского района Воронежской области там было обнаружено уникальное сооружение подземной лабиринты площади около 250 квадратных метров в центре которого располагалось святилище то есть это подземный лабиринт накрыт холмом как раз все вот это по схеме с корабра было как бы опять-таки это конечно было не по себе тем не менее все проходы было рассчитано на вот существ очень маленького роста вплоть до того что даже возникло такое предположение что это некое святилище было связано с дети являлись строителями еще очень странно загадочно вот то есть ну при желании еще раз говорит слушатели наши они сами смогут найти информацию она есть по вот этому захоронению второго ласовского могильника хотя там всеми силами и правдами неправдами пытались всячески вот эти аномалии как-то затереть то что вот собственно все эти коммуникации рассчитаны очень маленький рост их пользователей скажем так вот в центре этого святилища располагался алтарный камень и там уже были обнаружены собственно останки человеческих человека нормального размера то есть черепа вот в теменной области которого было проломано проделан треугольное отверстие с гладкими краями то есть то ли там речь была произведена некая репанация операция по репанации и ясно что потому что по ровным краям и прочим специфики было ясно что прошло несколько месяцев минимум как минимум после чего человек умер там ли его принесли в жертву не там то есть вообще ничего не понятно скелет человек который еще раз подчеркнул который там был единственным обнаружен он был обыкновенных размеров то есть его протащили по этим коммуникациям то есть рост примерно 160 сантиметров но еще раз подчеркну что произведенные ученые расчеты показали что поддельные ходы такого размера могли прокладывать человеческие существа не выше восьми сантиметров весом не более двадцати пяти килограмм почему собственно возникла версия одеть в контексте открытия в корабле эта версия приобретает совершенно иное звучание и это открытие тоже значение другое получает вот но ключом ко всем этим ключам такого рода открытием опять же ключом к истории чуди сирти племен богини дамы может послужить собственно открытие которое ну по мнению многих перевернуло историю антропологии мировой а именно что во время раскопок произведенных в 2004 году международной антропологической экспедиции на острове флорес имени индийском острове профессор профессор майк морвуд обнаружил останки неизвестного ранее вида существ которых окрестили хоба флоренсис дело в том что как раз вот эти останки они принадлежали вполне здоровому небольному невиду рост который составлял 90 сантиметров объем мозга составлял 380 публических сантиметров то есть речь идет собственно о существе вполне разуме такого большого роста и это не мутация это не заболевание потому что впоследствии были найдены там же были найдены раскладки подобных существ при этом было установлено что существовать обладали развитым институтом и не уступали своим внутренним качествам истинным современному человеку то есть они изготовляли орудия труда из камня и пользовались огнем значит ну грубые каменные орудия которые там не более древние были обнаружены они датировались примерно возраст составлял 840 тысяч лет то есть это самый древний вот то есть когда были каким образом датируются более близкие к нашему времени останки ну ученые полагают что эти существа продолжали жить в современном человеке то есть еще 12 тысяч лет назад где-то примерно они существовали некоторые ученые полагают например что представители этих существ Хомо Флоренсис могли дожить на наши дни опять таки тут в этой связи можно привести современные предания араси маленьких людей которые здесь на этом острове называют эбу гогу что в переводе означает бабушка которая ест все подряд так вот эти индонезийские предания они описывают вот это вот существо которое сказал и рост который примерно составляет около метра она описывает как живых существ естественно которые могут общаться с людьми и которые входят в определенного рода контакт но при этом могут проявлять определенную агрессию в частности они могут проявлять некую кровожазность скажем так можно предположить в итоге что теперь в связи с открытием Хомо Флоренсис как раз все истории нашей о чуде о сердце они наконец обрекают материальную основу теперь наука получила подтверждение вполне материальное полно потому что такого рода существа маленького роста вполне могли существовать но мы в свою очередь что можем отметить я в свою очередь что могу сказать мне кажется что очень много показывает вот на северную локализацию собственно этой цивилизации да то есть опять таки если мы рассматриваем те же самое английские предания да пельские предания то речь идет о таинственном криминоболе не надо пропустить далеки северных островов то же самое мы имеем дело серти чуде то есть речь идет о феномене никого одного порядка то есть небольшом карликовом народе который возможно изначально происходил какую-то вот далекого северного проконтинента который у нас принято назвать гиперборей собственно и который как бы нам информацию о котором предоставил геррид меркатур вот но в свою учить меркатур пользовался тоже серьезными достаточно источниками в этом смысле нужно помнить что он пользовался путевыми заметками такого голландского путешественника якоб ван кновый который в своей очереди имел два но к сожалению утраченных источника это так называемая утерянная книга успех артура и некая рукопись счастливое открытие и как раз краткое описание этих источников для которых поставил на карте мира 1569 года то есть упоминание об этих источниках вот знаете знаменитые карты упоминаются на которых не стал скрывать свои истоки в этом смысле своих информаций скажем так поэтому в принципе вот такая вот картиночка получается что ну какой можно здесь можно сделать опять-таки вывод в свою очередь что мы имеем дело с некой исторической реалией говоря о карликовом народе говоря о том что вот эти вот предания которые в принципе распространены целые пласты распространены мифологии разных народов о карликовых народах ушедших под землю то что эти предания не являются огромный пласт фольклорный средний не является сугубой фантазии то есть ну тут можно что еще сказать что можно сделать принципиальный вывод о том что теперь мы на основании этих документальных открытий мы имеем дело вполне исторические антропологические реалии оставившие свой след не только в памяти народу в виде корпуса мифологии мифологических текстов ну и в виде неких совершенно материальных останков как-то поселение скарабре как-то ласовский курганной могиле да а теперь еще и в виде останков вполне материальных таких существ как хомофлоренцис так что скорее всего предания чуди имели чуди белоглазые карликовые чуди сердце имели под собой вполне конкретных конкретные и вещественные основания ну вот как-то так да уж да уж тут у нас как это Высоцкий-то пел да все извилины заплел получается что это наука не отрицает прямых подтверждений вот этих вот живых не найдено есть только какие-то скелеты фрагменты они фрагменты признают как бы а цепочки нет то есть вот например хомофлоренцис они признали признали но естественно никто же не прокладывает как бы к ним не бросает цепочку там например к чуди да например или к зирте то есть это мы вот уже исследователи выстраиваем эти отдельно признанные элементы в некую цель да и смотрим на цельную картину вот так я просто так вот анализирую вот если брать всем хорошо уже известные благодаря наверное толкину и каким-то скандинавским преданиям ну северноевропейским преданиям рассказы о гномах да то в этом случае чем там гномы занимались они занимались чем они железом работали они были невысокие воинственные прятались ото всех их никто не видел истерегли свои богатства потому и прятались чтобы не показать дорогу к этим богатствам и были иногда очень раздражительны и часто их рисуют и изображают злыми чтобы никто к ним не совался то есть они своей территории остерегали дальше опять же если мы говорим про эльфов то здесь и с эльфами пересечения есть если гномы они какие-то карлики не очень красивые то гномы ой то эльфы наоборот очень красивые светлые высокие и так далее но тоже скрытные да то есть людей особо не пускали к себе опять же есть предание о том что в горах живут всякие существа уже не человекообразные а скорее всего так животнообразные подходящие и копыта у них могут быть или лапы такие несоразмерно большие и шерсть и зубы которые все едят подряд то здесь получается под землей вполне возможно существует тот самый мир где не просто один карликовый народ а как и на земле существует много видов народов например на земле есть пигмеи есть масаи есть русские например да там или белые есть желтые тоже и там может быть со своим зверинцем со своими различными видами ну если так со временем говорят расами и так далее очень интересно получается под видами да то есть очень интересно картинка получается выпуклая главное что я говорю что вот эти вот некие фрагменты я хотел сегодня привести которые основаны на действительно каких-то совершенно материальных факторах которые признаются наукой да другой вопрос как она их интерпретирует но если их правильно сложить то получается очень интересная картина скажи в смысле даже то же самое гиперборея очень интересно а кроме вот ученых различных предположений встречаются ли очевидцы которые говорят я вот видел ну и дальше там начинаются рассказы не про НЛО а про различных вот подземных жителей ну дело в том что тут ненужное НЛО списывается от счета потому что как раз ведь есть мифология да традиционная а есть люди которые занимаются изучением современной мифологии да вот с человеком что-то происходит та же самая например НЛО мифологии вот такой вот есть ученый Жак Валер французский известный он признанный ученый в общем различных областях науки вот и в частности он собирал сведения о современных наблюдениях такого рода существ в частности описывает истории столкновения вот с этим маленьким народцем да современную историю вполне то есть и ведь известно что в Ирландии до сих пор например у кельтов современного населения Ирландии сейчас не про кельтов уже речь да у них вот все эти места они очень как бы связаны с серьезным почитанием и современные населения Ирландии Англии оно достаточно осторожно и опаско отнесется к этим местам то же самое мы видим в связи с чудем между прочим еще раз говорю поминки по чуде вот это Лижа Костелена оно до сих пор сохраняется и оно во многом связано со страхом то есть с опасностью с тем что вот с этими существами вот они как кудесники да то есть с одной стороны являются дворцами чудес с другой стороны могут подшутить обратить внимание на пересечении на перекличку качеств эльфов те же самые которые могут подшутить да причем не всегда так беззлоген то же самое мы имеем дело с чудом то есть люди которые живут на реальной земле они как бы к этому отнесу вполне реально и издал изрядный скажем так долей осторожности черный фактологии есть достаточно обширно то есть есть помимо волшебных сказок есть исследования современной мифологии с этим связаны еще раз говоря обратитесь например к книгу Жакова Валиани у нас приведены там есть описание уже в историческое время в частности 67 год когда наблюдали вот таких вот существ да карликов то есть это неоднократно такие случаи Алексей скажи у тебя есть какая-то версия почему белоглазые вот лично у тебя не просто по преданиям а лично твоя версия почему белоглазые возможно как бы это связано если мы говорим не просто о народе там одномомент ушедшем под землю а достаточно длинное время под землей возможно это связано с изменением во-первых пигментации кожи во-первых изменением зрачка но тут нужен ученый тут я вот боюсь я здесь больше выступаю как флорист собиратель санктера материалы историк отчасти а здесь нужен антрополог который скажет более профессионально здесь у меня нет своей версии единственное что я могу предположить что может быть эти существа с которыми сталкивались в историческое время а тут надо понимать что все предания былички о чуде столкновения не относятся к историческому времени потому что уход чуде он датируется за историческое время непонятно когда он был то ли с приходом коми то ли с приходом русских понимаете тут мифологии ветвицы но то что это уходит в глубокую древность и тут может одно с другим переплетаться так вот происходило столкновение с неким этносом народом субстратом этническим который уже достаточно долго давно жил подземлёй и вот эта подземная жизнь могла сказаться на специфике строения зрачка ну вот единственное что я могу предположить не являясь профессионалом в этом вопросе но у меня есть предположение свое если позволишь дело в том что жизнь под землёй она исключает солнечный свет всем это понятно и нужно каким-то образом себе что-то освещать так вот здесь возможно два варианта первый вариант техногенный когда у них были приспособления которые просто с чем-то светили а светить когда из темноты кто-то выходит то это белым светится как правило вот если шахтёры там издалека смотреть то это будет один глаз такой большой и могли у них там быть два глаза таких вот два фонарика над глазами чтобы светить себе а второй это как раз очки с подсветкой ну да на тип того ну какая-то экономичная такая техногенное строение светодиодная такая долгоиграющая а другой вариант это всё-таки уже связанный с генетическими какими-то особенностями что вот известно некоторые есть растения и животные и жучки-паучки которые в темноте светятся вот вполне возможно что вот эти вот я более того скажу я приведу тебе такой банальный пример прошу прощения из нашего быта вот у меня есть тараканы дома да они белого цвета просто белого цвета то есть явно что они где-то вот под воздействием каких-то вот этих факторов когда они скрывались нашим образ жизни ведут альбиносы да то есть вот этот альбинизм он сказывается то есть я просто я обалдел сам когда увидел альбиносы буквально белые то же самое это могло и с глазами ты их можешь это поставлять куда-нибудь но дело в том что я имел в виду другое что они не просто белые они еще излучают свет вот есть такие жучки которые светятся в темноте вполне возможно что это их устраило потому они и живут под землей что все хорошо замечательно им хватает света для того чтобы освещать а зрачки и структуру глаза так устроены что они просто улавливают отраженный свет более того солнечный свет возможно им уже стал губителен скажем так вот в этом смысле масса огромное количество живых существ живет в себе замечательно под землей под землей водой и так далее они даже не нуждаются вот в этом да и при этом все видят слышат и чувствуют да так что здесь мы сталкиваемся с такой интересной ситуацией что вот вполне возможно это целое направление таких интересных существ как и человекообразных и что-то похожих на человека может совсем не похож зверообразных которые я могу сказать что вот я секундочку прошу прощения что перебиваю да и апеллируя к тому же хомофлориенсис могу сказать что ученые которыми он занимается они сделали вывод о том что это существо не относится к хомофлориенсу хотя он является румным и это совершенно отдельный генетический остров понимаете то есть тут вот эта вот теория Дарвина она немножко как бы ни о чем в данном случае то есть это совершенно отдельные существа но это при этом не значит что это неразумные существа понимаете тут надо дифференцировать то есть это и не животное и не человек это отдельный вид ну да и это имело ввиду человекообразность в смысле образ не то что он генетический как человек а именно образ похож на человека вот руки ноги антропомощный ну вот да вот этот вариант не с точки зрения биологии там человекообразные обезьяны нет хорошо хорошо давай отбивку сделаем и перейдем уже к наверное ответам на вопросы ну я уже постарался да хорошо как каратинка да я тебя понял хорошо вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор продолжаем разговор на Народном Славянском Радио напоминаю что сегодня у нас передача чуть белоглазый карликовый народ 16 марта 2016 года четверг по одному из современных календарей по одному из старинных 15 день месяца пробуждения природы 7525 лет и седмица Алексей Комогорцев в распоряжении наших радиослушателей как отвечающие на вопросы которые поступили в чате Народного Славянского Радио и в канале Ютуба и так переходим к вопросам и репликам листаю к самому началу уже тут достаточное количество скопилось и так первый не вопрос а реплика хотя наверное вопрос из Ютуба от Виталия Микерова кузнецы это колдуны вот это слово кузнецы там произнес это очень важный момент потому что вот знаете слово колдуны это не очень аутентичное слово это уже оно знаете уже носит такую негативную коннотацию на самом деле это как бы на гуси например в частности это все называли знающие люди знатоки знающие люди то есть это люди посвящены некие знания колдун носят негативные образы на минусы а знающий человек он ну как бы тут нет вот этого минуса что называется да колдуны к этому относились более того в разных странах но только в России с колдовскими посвящениями инициациями связаны представления о карликовом народе да что считается что колдунов в том числе не колдунов а вот этих знающих людей кузнецов да что и что они каким-то образом были связаны с этими вот карликовыми существами когда даже принимали участие в инициации того или иного нового неофизика так что связь определенно существует совершенно академически зафиксированы можно обратиться к историку религии того же мирчей илиады которая вот на самом деле алхимия вот это все и вот подземный народ связь есть то есть тут все законный вопрос спасибо согласен с тобой что колдуны как-то приобрело негативную окраску хотя вот именно ведущие люди о чем ты говоришь их называли часто и ведунами и колдунами как там и знахарями как только не придумали я тут академически я еще раз говорю я чтобы люди не путались тут нужен термин который по которому можно восстановить источники да то есть в источниках в тех же этнографической фигурирует современное именование знающие знатоки не ведуны именно знатоки знающие или знатоки а ведуны может они там были в прошлом да но вот этнографы в своих там расследованиях они как бы реконструировали именно вот эти именно это название и как бы по нему можно выцепить например из того же интернета кто интересуется тексты фотографические то есть же самый клиничный очень рекомендую ну я понимаю тебя что ты употребляешь термины которые в науке присутствуют это просто немножко расширяю туда поэтому в древности называлось может так а сейчас это упростили чтобы было понятно о чем разговор идет о чем идет речь поэтому знающие язык тоже меняется язык меняется хорошо хорошо итак дальше вопрос эфир от Владимир Азмытич здравия Алексей Кыштымский карлик Алешенька это представитель чуди хороший вопрос ну давайте говорить так что пока мы на столе его перед собой не имеем мы вывода и без экспертизы мы выводов делать не можем на самом деле не очень похоже потому что он очень маленький скажем так то что мы имеем сведения да вот то о чем я сегодня рассказывал ну рост 80 там скажем 90 сантиметров Алешенька все-таки он по-моему меньше гораздо вот без какого-то анализа я бы не стал делать каких-то однозначных выводов не исключено вот как наш дорогой ведущий говорит что там есть различные разновидности да вот каждого народа не исключено что к одной из этих разновидностей он принадлежит да вполне я не исключаю потому что конечно очень похожие очень похожие останки были обнаружены в общем как бы где-то в Америке вот собственно это можно в интернете сейчас найти достаточно серьезные исследования по-моему заслуживаю очень да была передача где как раз вот об этом много что говорилось хорошо идем дальше вопрос эфир от Антона от Антона здравия крепкого что поведать можешь о взрывании властями чуди и пирамид благодарю во первых спасибо ну насчет взрывания какими властями во первых непонятно пирамид кто взрывал пирамиды про взрывы пирамиды я человек не слышал про взрывание чуди я тоже не слышал скорее всего еще раз повторю когда идет речь о чуде а речь идет о вытеснении одного племени других о войне то есть вот ту же самую схему мы имеем дело то есть с той же самой схемы мы имеем дело и у немцев с приходом и ходят племена немцев начинается некая война за территорию вытеснение иногда браки случаются но как правило более развитое такое в этом смысле племя более такое пассионарное оно вытесняет более я бы я не хотел бы сказать что вот эти племена не развиты они развиты но совершенно как в другом смысле они как бы добровольно уходят понимаете вот этот такой момент то есть они уступают территорию хотя теоретически они наверное могли бы использовать свои магические способности как бы и соревноваться но тем не менее этого не происходит этого не происходит ни в случае с Ирвандией в случае с богиней с племенами богини Дану Это не происходит в случае с чудем, которые чероплеты, в случае с сирти, которые также чероплеты. Этого не происходит. Почему-то эти племена уступают, с нестатическими племенами. Ну а чуть не взрывали, еще раз говорю. Тут речь шла о самозахоронении или в воде подземной. То есть, как историки считают, что они зафиксировали предание о том, что чуть себя самозахоронивало в этих землянках. То есть, грубо говоря, они собирали в землянках и подрубали вот эти опоры. Но никаких костей не зафиксировали, понимаете, массовых следов массовых захоронений. Этого нет. Поэтому про это объективно говорить нельзя. Пока с фактами можно говорить только о том, что происходило некое выдавливание, скажем так, одних племен других. Хорошо. Вопрос эфир от Ярогора. Алексей, почему чуть карликовую? Например, в одном из своих первых рассказов «Дорогое имечко» Бажов пишет о высоком красивом народе, живущем в горах. Народ этот безразличен к золоту, не знает корысти. И при появлении других людей в местах их обитания уходит в гору тайными подземными путями. Ну вот это очень правильный вопрос, потому что на самом деле это тот же самый парадокс, который мы имеем, например, с временами богини Дана. Которые изначально описываются как люди вполне нормальным ростом. То есть там не говорится об их карликовости. Карликовость появляется только потом, после ухода, вот этих существ под землю, какие-то там подземные коммуникации, что-то, понимаете? То есть, может быть, человеческое сознание каким-то образом, с одной стороны, пытается объяснить себе, да, вот как вот эти вот существа могут жить в этой постройке. Но с другой стороны, я могу сказать, что те же самые предания о Ферии, да, то есть, ну, речь идет об эльфах, там, о Ферии, о племенах богини, не знаю, но Ферия — это собирательный образ. Он кельтский, скажем так, такого рода существа. Они, говорится, как о существа, которые могут варьировать свой рост. На самом деле, они маленькие, но могут выглядеть вполне нормальным человеком. Вот в чем дело. То же самое вот я сегодня приводил к свидетельству того, что вот как люди эти, которые живущие в горах, могут уходить людям и уходить с ними, как бы, как нормальные обыкновенные люди. То есть, они могут варьировать свой рост. Это вопрос серьезный, да, действительно. Вот в этом смысле фольклорный источник очень сильно разняется. То есть, ну, тут уж, судя по всему, люди пытаются сами себе так-то объяснить, да, почему в одном случае речь идет о людях нормального, а в другом случае речь идет о какого существа. Возможно, мы имеем дело с комбинированным вариантом. Опять-таки, как правильно сказал наш дорогой ведущий, значит, либо идет речь у разных народов совершенно, либо речь идет о различных, скажем так, о различных типах существа, некоторые из которых, например, могут внушать, являться на самом деле карликовым невысокого росту относительно человека, относительно росту хомо-соопенцев. Карликовым, это у меня не в обиду, но бывает, тут нужно понять, тут я, как бы, так сказать, имею в виду просто маленький рост. То есть, я никак не мешаю этих существ, ни в коем разе. Вот, вот, речь идет о существа, которые могут там внушить человеку, что это реально существо сопоставимостного народа. А может быть, речь идет действительно о существа, которые могут варьировать свой рост. Но это уж, я не знаю, опять-таки, у индийских источников, какие представления зафиксированы, то есть сам Махабхарати, что есть существа, которые могут буквально, ни облик, ни внешний, ни некий, скажем, свою картинку в глазах оппонента, как бы, ларьировать, а действительно изменять свой размер химически. Ну, я в этом сомневаюсь. Кстати, встречаются несколько сказаний, которые староверческие, и даже, и не только староверческие сказки, где, например, богатыри там разные встречались, и одного оставляли, так вкратце рассказы, одного оставляли, чтобы он приготовил там еду какую-то, и вдруг появлялся, в какой-то избушке они там останавливались, вдруг появлялся какой-то такой старичок не очень высокого роста, который начинал издеваться над этим богатырем, его побивал и так далее. И только одному из этих там четырех богатырей удавалось этим старичком сражаться. И самое интересное, что этот старичок, будучи маленьким, вдруг превращался в какое-то огромное существо, которое обладало немеренной силой, и здоровый богатырь не мог себе ничего сделать. Вот как раз, мне кажется, это из этой же серии, что с виду-то он, может быть, и маленький, да, с виду он маленький, но при этом он умел создать такую атмосферу, что с ним ничего нельзя было поделать. Этот богатырь сражался как будто с фантомом каким-то, а при этом этот старичок его там охаживал. То есть сказки вот эти, может быть, как раз вот отсюда и идут. Вот еще и назывался это представитель Навьего мира. А Навьи – это что-то такое подземное, вот откуда-то оттуда, снизу или другое. Ну, так вот я и говорю, чероплеты, чероплеты, то есть те, кто владеет чарами, то есть те, кто владеет, может быть, Навьей, не знаю, умением как бы слушать что-то. Так что пересекается здесь очень серьезно. Пересекается. Это архетип, еще раз говорю, который у нас по стране не только славянскими формами, но вообще, как говорится, и в различных формах. Кстати, если уж мы говорим там про места входа, вот в эти, так называемые, чудья норы или ворота туда, то в этом случае, да, двери, то вот эти вот люди, которые очень серьезно этим занимались и находили какие-то похожие места входа, они говорят, туда заходишь, и становилось жутко страшно, дальше идти было невозможно. То есть какая-то была технология, которая вот в человеку рисовала разные образы. Вполне возможно, что вот это как раз и пересекается с тем, что и сами эти человекообразные существа могли делать, да, в том числе и ставить защиту, которая наводила страх, ужас, какие-то образы рисовала. Так что, опять же, здесь пересекается. Ну да, но здесь еще можно Бажова вспомнить того же нашего, как бы, да, рассказа Бажова, где он описывает, как вот человек попадает, собственно, вот в этот мир, там не просто там происходит момент оборотничества, даже присутствует, да, там ящерку и так далее из ящерка. То есть, нет, причем интересно, что Бажов описывает даже такие технологии своего рода. То есть, когда человек попадает вот в это пространство, и там зажигается подземной свет, например, да, без очевидных источников священия. Бажов наш, это тоже интересный источник для этого вопроса. Он собирал, серьезно собирал, это не выдумки, он собирал очень многие сказки, реальный фольклор, скажем так, мест. Ну да, да, описывается, как там все засветилось, без какого-то огня стало светло к огнем и так далее. Да, 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 знаете, такой высокий технологий. Да, да. А уж тем, кто обладает высокими технологиями, какой-то образ человеку внушить телепатически вообще там ничего не стоит. Ну что ж, идем дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Белоглазая может означать, что у нее глаза Бога или глаза чистоты? Вот как? Ну, я думаю, что скорее все-таки к твоей версии, вот к версии нашего ведущего, я исполняю, что либо какие-то аппараты, либо действительно какие-то мутации. В подземном образе будет. Так, дальше Владимир Размытич присоединяется к своим вопросам. Смотрел я с дочерью серию про Шерлока Холмса, когда каторжник Смол в окно ночью заглядывает. Дочь спрашивает, кто это? Я отвечаю, кто? Кто? Карапукто. Теперь через призму детского воображения эта Карапукта превратилась в Карапуктуна, который живет в лесу, поедает шишки и охотится за детьми. Алексей, как думаешь, лет через 300 ученые будут искать среди Карапуктуна, который живет на рубеже древнего 20-21 века? Ну, такой шуткой, но что-то здесь, наверное, есть. Ну, как сказать, что... Дело в том, что вот если этот Карапуктун будет проявляться не только у вас, а, как бы, например, скажем, будут случаи зафиксированы его наблюдения в массовом количестве, я думаю, что лучше он это зафиксирует тоже. Мифология на пустом месте не раздается. Дело не в названии, дело в том, что один и тот же образ транслирует устойчивый набор каких-то качеств, параметров, да? И вот тогда он начинает отпечатываться. Мифология вообще очень серьезная штука. Народное сознание традиционное, оно не сохраняет нечто неважное, оно сохраняет только важное. Вот это важный феномен. Там Карапуктуна или еще кто-то, это не важно, как назвать. Важно, что если действительно это важно, если от этого зависит жизнь вашей и вашей дочери, например, или там вашего села в целом, то ваше коллективное сознание и мифология вашего района это все зафиксируется. Будьте уверены. Там появится новое место в обитании какого-то Карапуктуна. Да, да, да. И порядок общения с ним, и ритуалы связанные с этим, чтобы его умилостивить. Это все очень... И еще раз говорю, традиционное сознание, оно такое вот... И даже сознание современного человека, оно крайне мифологичное, и при этом оно прагматичное. Особенно, если речь идет о каких-то вещах, которые угрожают нам жизнь. Вот, кстати, реплика появилась от Елены 777. А Черномор из сказки Руслана Людмилы тоже карлик. Кстати, он там, да, и обладает возможностями очень большими, и описание его жилища тоже такое своеобразное. Ладно, хорошо. Вот она чуть белоглазая-то, везде проникла. Идем дальше. Реплика в эфир от Тяны. Есть определенные культурные наслоения, связанные с этим словом «чу». Например, соловей где-то свищет, знакомы нам со школьной скамьи. Моя набожная бабушка все время говорила «Чур меня, чур». Помню, учитель еще объяснял. «Чу» — это междометие, способ привлечь наше внимание. Мол, остановись, стой, замри. Чуять, буквально «ядь», брать, воспринимать «чу». И буквально, если проследить за нашими словами «чу», присутствует во всем, что испытывает, переживает человек от рождения до смерти. Все указывает на «чу», как на особый вид духовной, мобилизующей энергии. И все же «чуть» — это всего лишь имя племени. Или же, как вы сами намекаете, Алексей, к сожалению, не зная вашего отчества, или же это название одной из самых древних профессий. Вот как интересно. Добывать «чу» заранее сердечно благодарю за ответ. Ну, добывать «чу», вот я и говорю, самый древнейший профессий. Не очень хорошая аналогия у нас, понимаете? Самый древнейший профессий. Сейчас говорю «чудо», да? Вот если возвращаться к этимологии, то «чудо», «чудо» — это, скажем так, это сверхъестественная сила. То есть это тот, кто не добывает, а владеет, скажем, сверхъестественная сила. Не добывает, подчеркиваю. Это владеющий сверхъестественной силой. То же самое, еще раз напомню, «кудос», да? То же самое греческое термин. Да, вот есть еще такой термин «хварнер», например, азиатский. То есть особая благодать, особое качество, которое позволяет своему носителю производить некие волшебные операции. Вот поэтому это скорее, оно не добывается. Им скорее наделяются в мифологии. Еще раз говорю, я отталкиваюсь в эту вот... Нет, остаюсь отталкиваться в фантазии от материала, скажем так вот. Том материале, который у меня владеет, этим скорее наделяются. Вот так. Опять же, прошу прощения, у того же Бажоа, там ничего захватить нельзя. Тебе могут только подарить, на самом деле. То есть тебе могут даровать что-то, да? Но вот так вот захватить, как правило, тот, кто пытается захватить, очень плохо в аркаде. Да, есть такое дело. Итак, еще реплика в эфир от Тианы. Алексей, вы упомянули, что ваш друг или знакомый, извиняюсь, если ошибаюсь, собирал фольклор о чуде, наткнулся на пещеры, где есть реальные артефакты, и опубликовал какие-то данные на этот счет. Так вот, где можно найти данную информацию? Можно имя и фамилию данного человека? Хочу поближе ознакомиться с его трудами. Заранее спасибо. Я прошу прощения. Это, во-первых, не друг, не знакомый. Я говорил, во-первых, об экспедиции Лашука. На самом деле, чтобы не повторяться, давайте я вас сейчас адресую к нашей книжке с Николаем Николаевичем Непомнящим. Она называется «Исчезнувшие народы». «Исчезнувшие народы». И в этой книге как раз один из разделов посвящен подробному рассмотрению проблемы чуди. Там приводится литература, список источников, а вот тут и история, те, кто это исследовал, и, в частности, вот этот чудской вопрос, как раз там приводятся ссылки на работу того же самого Лашука. Это ученый, который занимался раскопками этих поселений и прочее. Он публиковал сведения об этих артефактах. Так что вот еще раз адресую к своей книге. Или там, например, сейчас могу на стиккод, ну, пробейте по интернету лошадку. Вот так. Хорошо. В принципе, все вопросы, реплики мы с тобой озвучили. Ответы дали. И, может быть, тогда уже пора переходить нам к подведению жирной-жирной черты о том, что же, на твой взгляд, или... Мне вот больше все-таки интересно твое мнение и мнение твоих соратников в этом вопросе. Что же такое это самое чуть-то? Ну, как вот с этим жить-то? А то версий много. А как-то надо подвести что-то. Ну, скажем так, я могу так сказать, что существует мир, да, космос, да, по какому-то традиционному делению. Небеса, земной мир, середины и подземно-подводный, да? Вот чуть, это часть, маленькая часть насельников вот этой подземно-подводной сферы, которая, являя аж подземно-подводной сферы, скрытая от наших глаз, это часть, это такая энергетическая часть инфраструктуры проявленного космоса. То есть это вот как у нас есть мегаполис, да, который сверху стоит, а внизу есть огромная подземная инфраструктура, которая его обеспечивает. Где там и драконы живут, там и Чуть живет, и гномы. Понимаете, все это взаимосвязано. Вот как в нашем, например, социуме, мегаполисе, существует, еще раз говорю, огромная энергетическая подземная инфраструктура. Вот то же самое в реальном космосе. То есть существует огромный подземно-подводный космос, частью которого, собственно, является и феномен Чудя. Ну, кстати, еще раз говорю, только он является очень большой частью. И драконы, и змеи огромные, то есть, которые там осуществляется циркуляция огромнейших энергий, да. Если мы обратимся, мы возьмем, вот, как бы, опять-таки, если взять очень близкую нам мифологию, древнеиндийскую, да, например, тоже, ну, то же самое Махабхару, там, Ромайя, Махабхаса, да, там же есть описание, вот эти уровни целых подземных небес, да, где циркулируют колоссальные энергии, которые, как бы, обеспечивают реальное бытие нашего, вот, видимо, вот, надземного мира, да, так вот Чудь является одним из элементов системы обслуживания, вот этого, как бы, вот этого космоса, в котором мы живем, скажем так. Ну, это, как я громко, наверное, на самом деле сказал, но мне кажется, действительно, это реальные существа, которые, когда существовали, это, ну, я не думаю, что это люди. Я думаю, что это какой-то, действительно, какой-то более, отдельный какой-то генетический вопрос, скажем так. Они взаимодействуют, ну, это моё мнение, ещё раз говорю, они продолжают взаимодействовать, с ними они живут до сих пор, и, в общем-то, это взаимодействие образует ту реальность, которую мы увидим вокруг. Но надо при этом понимать, что мы видим только часть реальности, которая вакет нас окружает. Так что, как-то так. Да, согласен с тобой, что мы не всё знаем не только о себе, но и о той Земле, на которой живём, существуем. И уж тем более, ещё меньше, мы знаем о том, что внутри этой Земли и что в глубинах морских и океанских. Это вот для меня вообще не секрет. А ты знаешь, что есть подземные океаны целые? Конечно, конечно. Я и говорю про то, что… Подземные, подземные. Да. Поэтому что же там может быть и какая там жизнь? И является ли человек царём природы? Само провозглашённым. Смешно стало, да? Я понимаю, что человек на сегодняшний день это такое ущербное существо, которое себя загнало в определённые очень неприятные обстоятельства такие жизненные, где без костылея оно вообще уже прожить не можно. Возьми сейчас человека из города, такого расы в деревню какую-нибудь, ну, или так, просто на природу, в лесок запусти, так на недельку и посмотри, что там дальше будет с этим царём природы, который в природе очутился, да? Так что здесь… Без мобильного. Да, без мобильного, да. Без продуктов, без консервов. Так что судите сами уж, какой там человек царь природы и насколько он состоятельен в этой жизни, я думаю, что наши предки, как бы там их ни рисовали, обходились с природой намного лучше, природа с ними также намного лучше обходилась и знали они намного больше, чем сейчас знаем мы, хотя рисуем их такими примитивными. Ну ладно, сегодня нет у нас разговора не об этом, поэтому не будем так углубляться. Итак, благодарю тебя в очередной раз за очень интересный доклад. Спасибо. Благодарю наших радиослушателей и зрителей за то, что вы такие интересные вопросы задавали. Мне в голову, например, не пришло позадавать некоторых вопросов по тему, которую вы обозначили. Это говорит о том, что прямая и обратная связь у нас существует и действует, и мы совместно делаем такие интересные познавательные эфиры. Приходи, как говорится, ещё, приноси с собой новые… Спасибо, приглашайте. Приглашайте. Да, новые с собой приноси какие-то доклады, зови друзей, ведущих, знающих. Будем разбираться в том, кто мы такие, что это за земля такая у нас интересная, и как нам вообще жить по совести, как нам не портить её, и как быть человеками, а не просто самопрозглашёнными, какими-то человекообразными. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 16 марта 2017 года четверг, по одному из старинных 15 дней месяцев пробуждения природы 7525 лета Седмица. Чуть белоглазая, карликовый народ, такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Алексей Комогорцев. Всех благодарю за участие, всем низкий поклон. С вами был Народное Славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Услышимся и увидимся. Народное Славянское радио. Всё нужно, всё важно.